В октябре в городе Родинская был объявлен конкурс на вывоз твердобытовых отходов. На этой неделе в здании исполнительного комитета чиновники провели тендер. Всего на рассмотрение комиссии было подано три пакета документов. От коммунального предприятия управления городского хозяйства города Покровск, частного предприятия Экобудсервис Мирнограда и от родинского коммунального предприятия Наши Миста. Первыми рассмотрели документы покровских коммунальщиков. Документы, поданные управлением городского хозяйства, прошиты, пронумерованы, печать стоит. Количество листов 81. Все необходимые бумаги подшиты, но у комиссии возник вопрос, почему нет документа, касающегося условий мытья техники. В конкурсной документации нет ни слова про то, чтобы мы предоставили сведения о ежедневной мойке автомобиля. А вы сейчас ее зачитываете. Словиев не было профессионально. Зачем этого требует? Мы вам конкретно что-то сказали, забыл вопрос просто задать. Вы считаете, что мы не предоставили такую справку? Вы знаете, это не самая главная причина, по которой, ну правильно, главное это цена и трафик, я так считаю, правильно, для наших жителей, чтобы была доступная цена. Мы были готовы к такому повороту событий. После вопроса с мойкой автомобиля ежедневной, которая не была прописана в условиях конкурса, стало понятно, что члены комиссии будут искать другие зацепки, к чему можно будет зацепиться. В итоге это стал наш самый низкий тариф, который почему-то никого не устроил, хотя у нас предприятие с достаточно большим опытом, которое не раз показывало, что мы достойно справляемся с уборкой города. Сплата в месяц с одной людьми для будинка с газовым опалением 5,51. Меня смущает, это честная лица. Ну то есть смотрите, мы вас по идее бестолково сейчас автоматически берем, потому что 5 понятно больше, чем 7 это понятно. Рассмотрели пакет документов и Мирноградского частного предприятия «Экобудсервис». У родинских депутатов снова возник вопрос, касающийся тарифов. Для будинки с газовым опалением 6,12. У Дмитрова такая же цена, у нас такая же цена. Это нам акция? Или как это называется? Нет. У нас посадок и модел. Все необходимые документы предоставило и родинское коммунальное предприятие «Нашим Истом». Однако тариф у этих коммунальщиков оказался большим, чем у оппонентов. На данный момент в городе Покровске существует самый низкий тариф по вывозу твердых бытовых отходов. Чуть выше он в городе Мирнограде. Но по городу Родинское там тариф, насколько мне известно, его показывали, он выше. Но это не смутило конкурсную комиссию. Далее перешли к оцениванию услуг на вывоз мусора от претендентов из города Родинска. Коммунальное предприятие города Покровск от многих членов комиссии по пятибалльной системе получило 0 баллов. Также оценили и мирноградских коммунальщиков. Союз. Союз. Управление местного господарства. 0. 0. Наши местные. 25. 25. Ноль, да? Угу. Дальше. Самый высокий балл от родинских чиновников получило Родинское коммунальное предприятие «Наше место». Загальная кількость коммунального предприятия управления местного господарства – 110 баллов. Коммунальное предприятие «Наше место» – 226 баллов. И приватное предприятие «Экономбудсервис» – 98 баллов. Что касается техники предприятия «Наше место», то, насколько мне известно, техника – это не в самом лучшем состоянии, так как совсем недавно мы видели, какие стихийные свалки образовывались на контейнерных стоянках города Родинское. В результате чего и город Покровск помогал в вывозе этих стихийных свалок и уборке контейнерных стоянок. Будут ли справляться с вывозом мусора родинские коммунальщики без помощи Покровска – покажет время. В любом случае, повторение прошлогоднего мусорного коллапса вряд ли устроит жителей города, которым и без того живется непросто.